Вот вам загадка. Пишите ваш ответ в комментариях, какой вы считаете правильным. На самом деле, конечно, правильно все четыре. Ничего из этого не делает страна, у которой все в порядке с экономикой. И мы видим, что на самом деле российское правительство и руководство, и Владимир Путин лично активно палятся, потому что они очень пытаются сделать вид, что российская экономика прекрасно себя чувствует. Прошла все санкции, ей ничего не грозит, а денег во! Денег столько, что можно еще сколько угодно клепать танки, снаряды и нанимать, значит, как это, добровольцев, контрактников, которые готовы за 700 тысяч рублей мать родную продать. Но на самом деле, все это неправда. На самом деле, у России не так много денег. На самом деле, мы видим, что Россия уже сейчас использует свои резервы, причем тратит их весьма активно. И такими темпами, какими Россия тратит их сейчас, ликвидная часть Российского фонда национального благосостояния, может быть, даже до конца года не доживет. Ну, об этом мы часто рассказываем с Владимиром Миловым, что реально происходит в российской экономике. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на конкретную меру, о которой написало сразу два больших источника, ну, а также о которой заикнулся Владимир Путин на своем послании, на своем выступлении, а именно о повышении налогов. Вообще, исторически современная Россия хвасталась своей плоской шкалой налогообложения. Типа, вот 13% — одни из самых низких налогов в мире. Ну, правда, там обычно не добавляли, что реальные налоги, которые продают россияне, там в районе 44%. Просто за работника, как правило, это все платит работодатель, а человек даже не в курсе, сколько налогов он платит. Но не будем превращать это в экономическую лекцию, это не так интересно. Поговорим о политической составляющей, именно поэтому я вынес это в отдельное видео. Что означает повышение налогов, и почему оно напрямую свидетельствует о том, что план Владимира Путина не работает, что амбиции по финансированию всей российской экономики собственными же средствами, а не какими-либо инвестициями, даже не с помощью продажи энергоносителей, они не работают и ведут в долгосрочной и среднесрочной перспективе просто к краху. Деньги у государства заканчиваются, поэтому государство традиционно будет обдирать собственных жителей. Если вы вдруг думали, что война не коснется вашего кошелька, то, если вы так думали в 2024, то вы совсем идиот, потому что инфляция, очевидно, уже ударила по кошелькам абсолютно всех жителей России, то теперь война еще ударит и с налоговой стороны, так сказать, правой коронной, левой похоронной, и произойдет это совсем скоро. Путин в своем послании, помните, что говорил? Что он хочет более справедливого распределения налогов, однако оказалось, что более справедливое распределение налогов это когда все будут платить больше. По-моему, достаточно справедливо. Воюет Россия ради амбиций Путина, потому что он приказывает людям идти в Атаги, уничтожать Украину и помирать самим. А вы за это платите? Справедливо? Да, очень справедливо. Очень по-путински. Поэтому сегодня мы обсудим, что именно за повышение налогов готовится и о чем нам это говорит. Почему это напрямую свидетельствует о том, что у государства денег недостаточно, а ситуация действительно плохая. Ну и также затронем, чего ждать сразу после выборов, потому что все такое говно обычно происходит сразу после выборов. Вы можете поддержать этот ролик лайком, комментарием, подпиской. Налоги на Патреон не повышаются, поэтому переходите по ссылке в описании и поддерживайте канал на Патреоне. Итак, что же готовится в ближайшее время? Правительство обсуждает повышение налога на доходы физических лиц, НДФЛ, с 13 до 15% для россиян, зарабатывающих более 1 миллиона рублей в год, и с 15 до 20% для зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. В обоих случаях повышенная ставка будет взиматься суммы сверх порогов в 1,5 миллионов соответственно. То есть при доходе 7 миллионов в год нужно будет уплатить 13% с первого миллиона, 15% со следующих 4 миллионов и 20% со следующих 2. Сейчас при таком же доходе ставка составляет 13% с первых 5 миллионов и 15% со следующих 2. То есть в нашем примере, пишут важные истории, НДФЛ с этих 7 миллионов составляет сегодня 0,95 миллионов, а будет 1,13 миллион. Одновременно правительство рассматривает увеличение налога на прибыль с текущих 20% до 25%. Об этом важным историям сообщило два источника, знакомые с ходом разработки налоговой реформы. Один из них назвал такой расклад наиболее вероятным, добавив, что есть варианты и лучше, и хуже. Другой напомнил, что премьер-министр Михаил Мишустин до назначения премьером 10 лет возглавлял федеральную налоговую службу, так что с большой вероятностью даст свои корректировки. Тут вообще надо немножко затормозить и понять, о каких суммах мы говорим, что такое вообще миллион рублей в год. Вообще сумма не астрономическая, это примерно 83,5 тысячи рублей в месяц. С учетом российской инфляции, которая только на бумаге 7,5%, а в реальности может быть и 20, и 30, в зависимости от того, какой сектор, и какую сферу мы берем, это не то чтобы какие-то колоссальные деньги. Тут, конечно, в меня уже полетели тапки, очевидно, людей, которые зарабатывают гораздо меньше, и я напомню, что средняя зарплата в России по официальным данным составляет 73, чуть больше, там 73-300 тысяч рублей. Да-да, не удивляйтесь, такая вот у вас высокая зарплата. Хотя в пересчете на евро это 700 евро. То есть, короче, если вы зарабатываете 800 евро и выше, то с вас уже будет браться повышенный налог. То есть, коснется это все как раз людей, которые, ну, более-менее там что-то зарабатывают, или, по крайней мере, начинают зарабатывать нормальные деньги. Айтишники, там всевозможные офисные сотрудники и прочее, и прочее. Вот с вас будут драть много. Причем, возможно, не только с вас. Налог на прибыль также будет закладываться самими компаниями, теми, кто прибыль получает, в итоговую цену. То есть, в итоге это приведет к повышению цен. То есть, одновременно повышение налогов будет бить и по кошельку с точки зрения налогов, и с точки зрения, соответственно, увеличения цен. То есть, будет также разгонять инфляцию. Как вы понимаете, повышение налогов – это самое нелюбимое на свете мера любого государства. Почему? Потому что можно сколько угодно манипулировать цифрами, рассказывая про что угодно, или брать деньги с каких-нибудь больших компаний. Даже подобрительные возгласы с населением, они будут «Да, так, эх!» будут кричать обычные граждане, не понимая, что большие компании эти налоги просто заложат в стоимость собственной продукции. Но когда вы берете налоги непосредственно с граждан, граждане понимают, что у них просто физически станет меньше денег. И такая мера всегда непопулярная. Повышение налогов – это фактически такой фул последней надежды любого государства. Это такая довольно сложная история в монетарной политике. Поэтому к такой тактике прибегают, ну, когда действительно ситуация складывается не очень приятная. Или, как минимум, долго готовят к этому обществу, иногда даже вынося на какие-нибудь голосования. Ну, а вот прогрессивные шкалы налогообложения обычно сопровождаются, например, снижением налогов для какого-нибудь там самого бедного слоя населения. Но нет, Путин же все решил сделать по справедливости, поэтому повышаться будет для всех. Что, собственно, президент Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию, давайте вспомним, это было совсем недавно, 29 февраля 2024 года. Он поручил правительству подготовить предложение по более справедливому распределению налогового времени. Вы меня рассмешили. При этом министр финансов Антон Силуанов после выступления президента сообщил журналистам, что предложение уже готовится, хотя еще два месяца назад он не видел никаких предпосылок для серьезных изменений налоговой системы. По словам одного из собеседников важных историй, внесение поправок в налоговый кодекс по повышению налогов с граждан и бизнеса ожидается уже в весеннюю сессию Госдумы 2024 года после назначения нового правительства. Это обязательная процедура после переизбрания президента. Так что, вероятно, поправки заработают со следующего года. И вообще, много сюрпризов ждет людей после выборов. Ну, будет падать рубль, будет расти инфляция, потому что до выборов традиционно сдерживаются все возможные негативные публичные экономические проявления. То есть, всячески пытаются удерживать курс, всячески пытаются не вводить непопулярных решений. Почему? Не потому, что Владимир Путин боится проиграть выборы. Выборы нарисованы, абсолютно все кандидаты, помимо Владимира Путина, имеют идентичную Владимиру Путину программу. Они все выступают за войну, они все выступают за абсолютно все, что говорит Владимир Путин. Они все голосовали за все законопроекты в Госдуме, которые касались и аннексии, и оккупации, и всего на свете. То есть, нет ни одного какого-либо пункта, по которому эти люди критиковали бы Владимира Путина. Находило даже до смешного. На дебатах кандидатов президента никто ни с чем не был не согласен с политикой Владимира Путина. Все едины и согласны. Поэтому абсолютно неважно для Владимира Путина, что там на этих выборах в реальности будет, ведь нарисуют все, что надо, да и альтернатив никаких для него нет. Однако, такие режимы знают, что выборное время это довольно такой неудобный процесс, когда может повышаться недовольство, когда может это все трансформироваться в какие-то протесты, в какие-то выступления, а то и бунты. Ведь в России очень много людей с нелегальным оружием, а на линии фронта очень много людей с легальным оружием. И в любой момент они эти оружия могут повернуть против самого Владимира Путина. Они этого, конечно, не осознают по большей части, потому что это трусливые, загнанные, как правило, низкоморальные существа, которые согласились идти убивать людей в другую страну. И даже когда их гонят вперед обнулением или выстрелом по ногам, они все равно боятся повернуть оружие против всех, кто это с ними делает. В любом случае, эти люди при определенных обстоятельствах все-таки могут это оружие повернуть. По крайней мере, как демонстрировал Евгений Пригожин, за что и поплатился жизнью. Точнее, жизнью он поплатился за нерешительное, за то, что не довел дело до конца, поверил Владимиру Путину. Кошельком поплатятся те, кто поверил Владимиру Путину в контексте монетарной и в целом финансовой политике. И вот после выборов как раз вы все это увидите. Цены резко начнут ползти вверх. Рубль резко начнет падать. Проблем будет все больше. Про импортные товары можете забыть, если вы не триллионер-оллигарх, сидящий на нефтяной трубе или где-нибудь там. Но даже если вы олигарх-триллионер, сидящий на нефтяной трубе, ну, ваше счастье будет недолгим, потому что механизм санкций работает все лучше и лучше. Пока все еще недостаточно хорошо, но тем не менее с каждым месяцем все лучше. Более того, сейчас обсуждается собственно уголовное наказание за помощь в обходе санкций. Со стороны Запада рассматриваются такие законопроекты. Я надеюсь, скоро они будут реализованы. И санкции еще сильнее будут бить по российским экономическим возможностям, в том числе производства военных. Это как раз военка. Это причина всего происходящего. Тут мы добрались до главного. Почему у России заканчиваются деньги? Куда они всиделись? Все эти триллиарды? Куда они делись? Из ФНБ? Куда делся доход бюджета? Ведь все-таки там нефть и все еще продается. Да, уже не так выгодно. Да, уже с большими скидками, но тем не менее. Куда деньги делись? Ответ очень прост. В бюджет заложены огромные расходы на оборонку. Просто гигантские. Когда впервые они анонсировались, мы задавались вопросом, откуда эти деньги взять? И понимали, что ниоткуда. Ну, их просто, ну, их нет. Их нет в экономике и не может появиться. Доходы России будут лишь сокращаться. Однако, часть выпадающих доходов, собственно, решено, очевидно, собрать с граждан. Как это будет происходить? Доход свыше 1 миллиона рублей в год или более 83 тысяч рублей в месяц имеет около 14% населения страны или около 20 миллионов человек. Эту цифру для важных историй посчитал эксперт, пожелавший сохранить анонимность на основании данных Росстата за 2023 год. С учетом иждивиенцев, детей и родителей повышение затронет большое количество людей. Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России в 90-е. Минимальная ставка тогда была 12%, дает историческую справку важной истории, максимальная 35%. Затем в течение 20 лет в стране держалась плоская шкала НДФЛ с единой ставкой 13%, пока в 2021 году в НДФЛ снова не появился элемент прогрессии. Для россиян с доходами свыше 5 миллионов в год ставка стала 15% с суммой превышения. Поступления от НДФЛ сейчас на 85% зачисляются в бюджеты субъектов России и на 15% в местные. Но доходы с повышенной ставки в 15% идут в федеральный бюджет как целевые на якобы дополнительное финансирование лечения детей с редкими заболеваниями. Именно под этим соусом проводилось повышение. Поступление по налогу на прибыль делается следующим образом. 17% в региональные бюджеты, 3% в федеральный бюджет. После президентских выборов в России случаются непопулярные реформы, отмечают важные истории. То НДС повысит, то пенсионный возраст. Для государства НДФЛ и налог на прибыль важны источники средств. Консолидированный бюджет, сумма бюджетов всех уровней федерального, регионального и местных, каждый из этих налогов принес в прошлом году более 10% доходов. НДФЛ 6,5 триллионов, налог на прибыль 7,9 триллионов. Повышение НДФЛ даст государству около 450 миллиардов в год, а налога на прибыль около 2 триллионов в год, посчитал для важных историй эксперт, пожелавший сохранить анонимность. Доля сырьевых нефтегазовых доходов в федеральном бюджете снизилась примерно 47% в 6-14 годах до около 34% в 21-23 годах. Это объясняется, кстати, не только негативными факторами, но и позитивными. Например, ростом несырьевой экономики, ростом добычи нефти, на которую распространяются разнообразные льготы. Все это вместе с потребностью финансирования выросших расходов делает логичным рост нагрузки на нефтегазовый сектор, считает он. Обсуждаемое повышение налогов может означать, что Кремль готовится к затяжной войне, за которую предлагается платить всем россиянам. Военный бюджет 2024 года предполагает, что расходы на национальную оборону и безопасность составят 40% расходов федерального бюджета, или 14 триллионов рублей. При этом Минфин в отчете об исполнении бюджета за два месяца 2024 года оценил дефицит федерального бюджета в 1,474 триллиона рублей при запланированном показателе по всему году в полтора триллиона, ну там 1,595. То есть 92% от плана израсходовано за два месяца. Впереди еще 10, подчеркиваю я. И теперь становится понятно и механика этого сбора, и зачем этот сбор. И вообще, знаете, есть два больших показателя, которые говорят о том, что у государства кончаются деньги. Первое, это когда открывают кубышку, когда начинают использовать то, что является кубышкой. Кубышка есть у многих государств, в России эта кубышка называется фонд национального благосостояния. Сколько там точно денег, никому не известно. Ну, в смысле, никто не проверял. То есть есть официальные какие-то показатели, но никто не... Скажем так, я встречал людей, которые не уверены в том, что там существует реально столько, сколько заявлено. Сам этот ФНБ делится на ликвидную часть и на ликвидную, то есть на деньги, которые можно достать, и которые сейчас не особо. И вот как раз ликвидная часть ФНБ за прошлый год была израсходована на треть. А на что она тратится? Вот вы видите, да, что план по дефициту израсходов на 92%. Весь дефицит или немалая его часть покрывается именно из ФНБ. Соответственно, нужно резко наращивать доходы при увеличивающихся расходах. Расходы, которые запланированы на ближайшие годы, колоссальные, и все они связаны исключительно с военкой. Вы можете сказать, что это же еще и плюс к тому, что и так идет на военку. Ну, то есть все деньги, которые и раньше шли на военку, это деньги, которые не шли на другие какие-то потребности. Социалку, культуру, здравоохранение и все прочее. Но надо понять, что диспропорция не только влияет на то, что все больше денег идет на военку, но и нужно еще больше денег, потому что не хватает тех, что есть в бюджете. Поэтому собирать будут со всех, как могут. С блогеров, не с блогеров, совершенно не важно. Доберутся до каждого. Вы платите за эту войну. Причем ситуация парадоксальная, потому что платите зачастую сами себе. Ну, то есть смотрите, какая получается довольно интересная схема. Дело в том, что необходимо производить много всего для войны. Танки, снаряды и все прочее. Это не очень приятная для экономики вещь, потому что это не дает никакого профита. Ну, то есть это экономика, которая не ведет к развитию. И когда Владимир Путин рассказывает про то, что вот смотрите, у нас растет ВВП и прочее, этот ВВП растет за счет производств и заводов, которые не делают ничего полезного. Ну, то есть танк, который сделан, он не будет катать людей на работу. Он докатится до поля боя, там его дрон уничтожат. Все это деньги, спущенные в унитаз, в пыль. Они превратились в ничто. Ровно поэтому современные страны не воюют, потому что война не выгодна в современных странах. Выгоднее торговать, выгоднее развиваться. Даже если вы империя, которая хочет осуществлять экспансию, выгоднее это делать экономическими мерами или культурными мерами. Как это делает Китай, например? Китай, чтобы вы знали, захватил уже почти полмира, особенно Африку. Что делает Китай? Китай приходит в африканские страны и говорит, слушайте, вы вот здесь наверняка хотели бы порт, или бы хотели, например, железную дорогу. Мы, говорит, готовы вам ее построить, но вы будете нам должны. И строят. И таким образом, на самом деле, Китай осуществляет довольно серьезную экономическую экспансию по всему миру. Есть культурная экспансия, когда продукт, который вы производите, культурный продукт, который вы производите, распространяется по миру, будь то фильмы, музыка, балет, в конце концов. Есть научно-техническая экспансия, когда ваши изобретения, ваш прогресс настолько уникальный, настолько опережает остальные, что также являются предметом обожания всего мира. И все это приносит деньги, и все это дает синергетический эффект, синергию. То есть, когда и вы, и тот, кто вступает с вами в взаимодействие, в итоге получаете результат больше, чем просто сложение ваших усилий. Война же наоборот. Война уничтожает и тех, кто войну начал, и тех, на кого она направлена. Российская агрессия экономически уничтожает и Украину, и себя, и в придачу половину мира. Ну, не половину мира, чуть поменьше может быть, однако есть разные эффекты. Эффект для африканских стран, связанных с поставками зерна. Эффект для европейских стран, которые вынуждены отказаться от энергоресурсов. Короче говоря, война не выгодна не только для той страны, на которую напали, но и для той страны, которая войну ведет, а также для всех остальных. И, собственно, это с российской экономикой и происходит. То есть, деньги, которые берутся из резервов, или которые будут браться с граждан, будут идти на товары, которые, по сути, в экономике не работают, которые одноразовый, снаряд, который прилетит в украинский дом, не создаст ничего нового и не будет полезен в экономике. Он, наоборот, заберет жизни и заберет, в том числе, площадь, заберет возможности украинцев жить там и заберет те деньги, которые он взял из российского бюджета. И в этом смысле война разрушительна для российской экономики. И вот эти вот все цифры, которые нам бесконечно показывают, это дутые цифры. Они буквально надуваются на пустом месте. Но денег на них нужно все больше и больше, потому что Россия во многом зависит в том числе от того, чего не может произвести сама. Да, с одной стороны, то, что параллельный импорт существует и Россия в обход санкций получает какие-то комплектующие, это чудовищно. Она из них делает ракеты и прочее. Но помимо этого Россия тратит на это огромные деньги. Россия тратит гигантские деньги на закупку снарядов в Северной Корее, на закупку снарядов в Иране, точнее, беспилотников. И Россия тратит огромные деньги на закупку чипов Лучше бы ей, конечно, этот кислород перекрыли. Тогда бы Россия просто не могла производить ракеты и тогда бы не могла обстреливать Украину. Но даже покупая это и производя ракеты и обстреливая Украину, Россия все еще тратит на это деньги. Причем большое количество денег, больше, чем эти товары стоят. Потому что контрагенты, которые нелегально поставляют в Россию это все, закладывают свои риски тоже в цену товара. В итоге у нас есть экономика, которая на самом деле не приносит денег, которая убыточная, ее нужно финансировать из резервов. На нее нужно собирать больше денег с налогов. И все это без увеличения качества жизни. Ну, то есть без улучшения качества жизни, без каких-то вот дополнительных, я не знаю, позитивных моментов для граждан. Для чего я так подробно на этом останавливаюсь? Потому что я утомился, как, наверное, вычитать эти бесконечные статьи о том, как у России все хорошо с экономикой. Почему я вообще записываю этот ролик? Реально, каждую неделю появляются не только русскоязычные в пропагандистских российских медиа статьи, но и статьи на Западе, статьи в украинских медиа, где рассказывается, вот, Россия смогла преодолеть, ее не задушили санкции. Ироничные люди в Твиттере пишут, ой, ну что, не развалилась? Когда там развалится экономика России? И по факту это просто люди, которые реально в 2024 году забыли, как любая диктатура себя позиционирует и как она рассказывает о своих успехах. Почитайте официальные сообщения от КНДР или того же Ирана. Вы там увидите, что уровень жизни в стране невероятный, экономика самая процветающая на свете, а все остальные страны нам просто завидуют. Ну, любой западный журналист понимает, что не надо цифрам верить Северной Корее, как они рассказывают, сколько у них там всего. Любой это понимает, но почему-то про Россию не понимают. И когда я каждый раз встречаю в этих заметках ссылку на официальные российские данные, хотя, нет, даже официальные российские данные не так плохо, потому что в официальных российских данных как раз, как правило, написаны гораздо более плачевные результаты, чем это описывается в западных Истаниях. Но когда я вижу там ссылки на то, что заявил Путин, то, что заявил Мишустин, конечно, хочется рвать и метать. Потому что перед вами диктатура, которая закрыла половину статистики, которая всех постоянно обманывает в военном плане, в экономическом плане, в политическом плане, а вы рот раскрыли и верите на слово, точнее, уши оттопырили и верите на слово. Как это возможно? И вот очередное доказательство страна, у которой все в порядке, с экономикой не будет повышать налоги, не будет провоцировать и так измученное войной население. Ну, как измученное? Измученное в том плане, что несет издержки, несет издержки экономические с этой войны. Вы не будете так рисковать, да, в тяжелой ситуации. Собственно, скажем так, у России есть опыт революции, когда и солдаты устали, и внутри все не очень хорошо, в том числе с экономикой. И в этом смысле мы видим много подтверждений. Есть два основных критерия, как понять, что экономика, ну, что стресс в экономике усилился. Я с этого начал. Это растрата резервов и повышение налогов. Причем, повышение налогов на физических лиц это всегда последняя мера, потому что до этого есть еще куча, куча, куча маневров, которые можно осуществить. Но когда идут к самой непопулярной мере, это означает, что дело в швах. Может быть, этого и не случится, хотя у нас с вами три источника. Первое, это Владимир Путин и Мишустин. Владимир Путин, который заявил, что нужно более справедливо, и Мишустин, который сказал, что прорабатывается. То есть что-то будет в любом случае. Второе, это важные истории. Третье, это Блумберг. Все они сообщают о том, что этот проект уже разрабатывается и приводит примерно один и тот же вид, который я вам описал. То есть российская экономика в тяжелом стрессе. Деньги заканчиваются. Дефицит за первые два месяца 2024-го достиг 92% от плана на весь год. Да, там будет еще немножко откатываться, когда какие-то доходы пойдут, но в любом случае, вот, пожалуйста вам, мы видим, что они на самом деле часть расходов с прошлого года на этот спрятали. И финансирование тех хотелок, которые есть в том числе по армии, уже вылились в это. А еще вспомните, сколько Владимир Путин всего наобещал в своем послании. На триллионы, триллионы рублей. Ну, он, конечно, выполнять этого всего не будет, но деньги под это попилены будут обязательно. Потому что, как я и рассказывал в видео про его послание, это послание в первую очередь не гражданам, что им будет построено это, это, это послание чиновникам, депутатам и всем остальным, что вам будет, с чего пилить бабки. То есть, все эти собранные деньги, они еще пойдут и в карманы чиновникам, а не даже на армию, что хорошо и замечательно. Коррупцию в России в данный момент мы поощряем. Интересно, можно было ли бы года четыре назад представить, что я скажу эти слова. Но на данный момент коррупцию в России мы поощряем. При этом, если бы мы выбирали Россия вообще без коррупции или Россия вот так вот с коррупцией, то мы бы, конечно, с вами выбрали Россию вообще без коррупции. Это ж, в России вообще без коррупции невозможна диктатура власти, невозможна узурпация власти, невозможна начало агрессивной войны против Украины и так далее и тому подобное. Много раз рассказывал, почему именно. Но в данный момент пусть воруют побольше, потому что это делает российскую армию слабее. Итак, по итогу, готовьте ваши кошельки, потому что Владимир Путин идет за ними. И теперь обращение ко всем тем, кто решил войну пересидеть. Я знаю таких много. Людей в России, которые решили войну пересидеть. Это не то, чтобы обращение, просто несколько слов к тему сегодняшнего видео. Не пронесет. Не пронесет, понимаете? Не будет такого. Вы не сможете переждать. Это вас коснется. Вас или ваших близких. Либо призовут, либо прилетит дрон. Либо просто с голой жопой останетесь. Либо вас посадят, понимаете? Не будет лучше. Будет становиться только хуже. Мы видим по всем показателям. Политическим, социальным, экономическим. Что Россия летит в пропасть. Понимаете? Ну то есть не несется в ад, а уже все, въехала в ад и идет по его кругам. И дальше будет только хуже. Например, усиление репрессий, обнищание экономики, увеличение инфляции, сокращение рынка и прочее, прочее. Все это не говоря еще о мобилизации потенциальной, которая не за горами, если Владимир Путин действительно захочет провести большое наступление, например, на Харькова. Что ему будут делать, кроме того, как вас мобилизовывать? Ничего. Поэтому пересидеть не удастся. Вы скажете, Майкл, а что же делать? По большому счету, ответ на этот вопрос должны найти вы сами. Моя задача лишь предупредить вас, что пересидеть не удастся. Вы должны принимать решение, как вам быть в этих обстоятельствах. Уезжать, не уезжать, бороться, сопротивляться. Активными методами, пассивными методами. Сходить на акцию «Полдень против Путина» или там «Вступить в Легион Свобода России». Неважно. Дельта огромная. Просто знайте, что вы не пересидите. И вот очередное вам подтверждение, что ваша жизнь будет становиться хуже. Да, конечно, вы на данный момент не под бомбами. Ваша жизнь не такая страшная, как жизнь тех, на чью страну напали, чью страну уничтожают каждый день. Но в сегодняшнем разговоре мы не про эту моральную сторону вопроса. Я обращаюсь к тем, кто с моральной стороной вопрос уже определился. Ну насрать, что в соседнем государстве гибнут люди. Ему насрать, что его сограждане идут и убивают там людей. Он готов закрыть на это глаза и сидеть и просто ждать, когда же, когда же это все закончится, как Анастасия Ивлеева. И вот этому человеку, я говорю, не закончится внутри России это. Будет лишь хуже. В лучшем случае Россия проиграет в перспективе нескольких лет. И тогда будет медленный и тяжелый процесс восстановления и включения обратно в мировое сообщество. Это лучший вариант. Худший вариант это Россия будет вот в этом состоянии постоянного участия в этой войне. Или там, я не знаю, будут какие-то линии разграничения и перемирия, и Путин будет все дальше закручивать гайки. Экономика не будет восстанавливаться, потому что не будут восстановлены собственно торговые отношения с Западом. Вторичные санкции не будут давать тем, кто называет себя якобы партнерой России, и возможность восстанавливать экономику. Репрессии внутри страны будут ухудшаться, будет огромное количество людей, вернувшихся с фронта или там, выходящих в отпуск фронта с оружием, огромное количество нелегального оружия, передел ресурсов и кормушки. Иронизация в смысле там традиционных ценностей в кавычках, потому что вся вот эта херня, которую делает Путин традиционной ценностью никакого отношения не имеет. Все это будет лишь нарастать. И хороший сценарий, и плохой сценарий, и тот сопряжен с очень большими рисками и очень большим периодом дискомфорта, мягко скажем. Но в любом случае, чем дольше это все идет, тем выше будет опасность для вас, и тем хуже будет ваша жизнь. Это надо понимать. Но в любом случае, стоит заключить, что действительно хватит доверять вот всем, кто рассказывает, как хорошо все в российской экономике. В советской экономике тоже все было якобы замечательно, если верить официальным средствам массовой информации Советского Союза, а потом все просто взяло и в один день наебнулось. На самом деле, это случилось не случайно. Это происходило постепенно. И с задним умом все такие, ааа, ну вот понятно, что с ней произошло. Здесь заднего ума не надо. Здесь и так понятно, что происходит с российской экономикой. Поэтому, когда в ближайшее время вам после выборов расскажут о новых налогах, не удивляйтесь, ведь мы вас предупреждали. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok